Алексей Виноградов, Сезон Здравия, Юрий Железов, Здравия Кодина и Иркутс приветствуют, у нас никакого тепла Ну так у нас тоже, это у нас только сейчас зацветает Но у нас все-таки это была неделя тепленькая А Иркутск, не знаю, широта-то позволяет Но это вообще сейчас ничего не поймет, что творится У нас каждую весну у нас нет капельки Он сейчас все капает, течет, течет с неба И такого не было У нас считается сухой климат Так, привет из Казахстана, вам привет, добрый вечер Так Алтай, у нас 28, 22, 30, дождя не предвидится Короткий отчет, Амур из 20, 12, ура Из Детибаев 7, ура Из Дестиман Джорсов 2, не ура Из Среди Слив 2, будем ждать Мои первые прививки, у меня лучшие сливы в этом году Мои первые прививки, 26 прививок на дикаре яблони 15, ух ты, больше половины Так, 7 прививок грушев крону на 4, 4, 4, 7 Ваш персик пытался прийти на терновник Войлочку не получилось, жалко Только одна из трех прививок на обычную вишню у соседей Выпустили Вот то, что я обычно не рекомендую, у вас наоборот получилось Ну вообще, что я скажу, Наталья, сад состоялся А без неудач не бывает Добрый день, какие плюсы и минусы от трех ногих деревьев, по вашему мнению Плюсы от трех ногих деревьев Не знаю, я даже вопрос не понял Треногие деревья Может быть, когда бывает такой способ, когда рядом три посадят, а потом объединяют в один То есть повыше делают, как бы их, ну фактически прививку, то есть сращивают их Сращивают То есть получается наоборот Сиамских близнецев разделяют, а здесь сращивают Если вы это имеете в виду, то я не вижу ни плюсов, ни минусов Почему? Я далек просто от этого Я никогда не издеваюсь над деревьями, просто так Взять издеваться От того, чтобы место было, да, я на грушу привал по 5-10 сортов Вот, а так вообще я Поэтому плюсы и минусы можно теоретически поразгадать Но допустим, вот возьму я три Если они будут, еще какой-то смысл есть Например, ну взять абрикос Самый некультурный, диких у меня нет Сын манджорца Рядом в 20 сантиметрах посадить абрикос, допустим, амур Более роскошный, ну вот культурный, но сами знаете Сенец и сенец, то есть он из них не обязательно станет Таким же прекрасным, как и его привитый амур И третий, например, культурный роскошь Королевский академик, третий Теперь если вы про них Трехногие, да, получается три ноги Если три вот эти ноги соединить до кучи Вот так вот Можно, это нехитро делается Сделав раны и обмазать, обмотать Вот, получится не все среднее А дальше, смотрите, это, конечно, надо рисовать То есть вот так вот они сошлись А потом опять разошлись И теперь, получается, где-то гены культурные будут гулять В Маньчжурце, а гены Маньчжурце будут гулять там Вот Ну просто как, как сказать Мне не лежит, можно попробовать Но мне не лежит душа именно того, что это и есть издевательство Одна прививка, вот Это уже издевательство Не зря что некоторые говорят, что это грех Я так считаю, это грех Вот, только, боже, бога, но мы не Виталий живем Чтобы из косточек выращивать и получать вот такие Мы живем в Сибири, где из косточек или умрет А если повезет ему, тогда не умрет, а даст два-три раза мельче И уже роскоши нет Так Олег, добрый вечер Олег Алексеевич, будет ли черешня бондара осенью Урожай этого года или надежнее сейчас у вас прошелогодний косточек купить Во-первых, череши бондара у меня сейчас нет У меня сейчас есть сухие косточки Я же говорю, как 15 рублей Их осталось в банке пол-литрового столичка А это вишни сибирские, штамповые с генами черешни И еще меньше у меня осталась вишня жуковская с генами черешни И меня пытались, сегодня уже пытались Ну как, что из них вырастет Да не знаю я Вот, может вырастить, допустим Ну вот, вернуться полностью в состоянии дикаря Которые есть в его злочке Они, ну по идее, не должны быть Но это же приблизительно все И получается так Допустим, вы прошелогодний косточек купите Это будет недорого И вы ничего не потеряете Потому что это Они уже у вас будут Теперь Черешья бондара У меня нет никаких отношений с сыном бондара Просто нету Возможно Бондар же мне Это самое Черешню на реализацию Ну я-то выступал, врать не буду, как перекупщик Купил, добавил цену и продал Вот, чтобы у меня более полный каталог был И так же с черенками было Якутские черенки Ну, бондар умер Что с сыном будете Я еще осенью задал Мой этот вопрос Он просто Я, говорит, как-то странный разговор был Когда я не понял ничего Да, нет И сейчас ничего сказать не могу Теперь моя черешня бондара У меня несколько деревьев Так Какой будет рожа Страшная зима Я уже вижу, что я без кости персиков остаюсь Деревья изуродованы опять секатором Сергею надо было побольше в этом году Че этих самых Попривить Персиковых Казалось, что абрикосов Все так продать не смог А персиковые тут же и кончились Народ был Теперь больше персиков подавать Изуродовал деревья Ну, сейчас там Какой хрен урожайся Зуродованы персиковые А черешня у него другая особенность Я за ними не следил И когда-то даже кости не собирался продавать Почему? Со странами я еще не знала А в Сибири кости к черешне Это считают на смерть обречены Вот Поэтому Я что делал? Привил и забыл Сейчас я смотрю Вот так вот Меня видно Вот так смотрю Елки пал Опять все птицы достанутся У меня есть это Стримент где-то 20 километров Бесполезно Вот Как собрать Птицы опять все сожрут Вы знаете, что делал этот? Он не убивал Этих самых Птиц Но Старый охотник Годный Борис Иосифович Стоял с ружьем Урожайся в сумасшедшем И стрелял Вот так в небо Стрельнет Туча этих самых птиц Улетела Ушел Они ждали Прилетает опять У него урожаи были Это что-то невиданное И сейчас деревья Тут эти целые И урожаи целые Но если у него 90% птиц Доставалось То у меня все 100 Вот я так уже Извините Эмоционально вам рассказал Никому ничего не обещаю Мне говорят Запишите в очередь На черешню На косточке Через кольф персиков Я говорю Ничего не буду делать Так Снова Денис Если срастить Три Песчаные вишни И привить абрикос Он не долговечен Так же будет Ух ты Срастить А зачем Сращивать Это сложно Трудное дерево Устойчивое Трекорде Питательство Ну Денис Давайте так Вот Первый мой ответ Вам не подошел Теперь вы предлагаете Вот такой вариант Да Для меня Песчаные вишни И абрикосы Дальние родственники Работать с ними Это Надо полжизни Посвидеть Как в этом Мичурин Который Умудрялся Значит С помощью Наслоения ментора Прививок Да Наслоения Насыщения ментора Сродни Сродни Подчеркиваю Черемуха И вишни Вот Сейчас я скажу Слово царападость Многие из вас Вас слышали Вот так и тут Пожалуйста Занимайтесь У меня душа Не лежит А насчет Недолговечия Хоть одна Песчаная вишня Абрикосы Обгоняют Понятно Вы хотите Три Чтобы он Как бы Толще был Подвой Вот Не лежит душа Сели уже Недальние родственники Да и Просто Предубеждение Из-за того Что всю страну Обманывали Сотни тысяч Продавая А ни одного дерева Не вижу Ютуб Кто из вас Не слышал Что я обижаюсь Что я требую Что я вам Это самое Приеду Морду набью Если не пришлете Фотографии Полносящих Моих сортов Где Вы Это самое Уже прошли Десятки лет Где в этих Самых Садах Россий Есть информация Об этих Ну Придуманные Может быть Как обычно Комментарии От В этих Комментариях А у меня Все прекрасно Полносят И вот До сих пор Ни одной фотографии Достаточно Взрослого дерева А вам А и Спасибо За эту Информацию Уже ясно Что Хотя бы 40 Если уже 40 То есть 40 или больше Но не меньше Вишня Бесе Остается Только так Передайте Всем Друзья Вы видели Написано Подвой Полукарликовый У конкретных Сортов Абрикосов Подвой Полукарликовый Не берите Все Я сильно Большой вред Не нанесу Сильно Я не популярен Это не те времена Когда меня Печатали В каждом Номере Газеты Тогда меня Урал Тогда меня узнал Почему И приглашали А сейчас Вяк Ну что 500 всех Послушали А 500 тысяч Никогда Не узнают Об этом Что На Бесе Приват Не надо То есть Покупать Не надо